Доклад Центрального комитета Рабочей партии России С которым выступили сопредседатели Рабочей комиссии ЦК РПР ВВ Калли Сопредседатели идеологической комиссии Д. Ю. Шилов Сопредседатели идеологической комиссии К. В. Юрков И сопредседатель Организационной комиссии С. А. Горбушкин И доклад о задачах партии, сделанной сопредседателем Организационной комиссии А. В. Золотовым Съезд отмечает, что за истекший период партия действовала в соответствии со своей программой И годовым планам, нацеленными на помощь трудящимся в организации классовой борьбы Включая создание рабочих секций профсоюзов, подготовку и обсуждение в коллективных Прогрессивных проектов, коллективных договоров и их основных положений Формирование сознательного рабочего ядра, подготавливающего и организующего коллективные действия работников В этих целях состоялся переход на увеличение тиража газеты «Народная правда» Ее регулярный выпуск и распространение у проходных предприятий членами партии и сочувствующими Налажена отчетность по количеству распространения газет на конкретных заводах В ноябре 2021 и марте 2022 года были организованы семинары по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии Российского комитета рабочих Способствующие формированию авангарда рабочего движения С перспективой создания по представительству остачкомов городских советов рабочих В связи с началом проведения Российской Федерации специальной военной операции Подтвердила свою актуальность выбранная в 2014 году позиция Рабочей партии России О необходимости борьбы с американским фашизмом во внешней политике Развитие отечественного производства и усиление элементов планирования для обеспечения этой борьбы Съезд считает правильным и своевременным заявление ЦК РПР О намечаемых мерах правительства РФ по вопросам обеспечения вооруженных сил РФ в современных условиях И выступлении членов партии в средствах массовой информации по вопросам ускорения развития российского производства В соответствии с партийными задачами в области идеологии и планам работал Красный университет Фонда рабочей академии и Ленинградского интернет-телевидения Проводились занятия в университете рабочих корреспондентов Регулярно выходили ролики на канале ФРА Освещающие лекции, семинары, занятия и осуществлялись публичные выступления членов партии Красный радио ФРА обеспечило круглосуточную трансляцию своих передач На сайтах ФРА и РПР в группах в соцсетях публиковались статьи, доклады, постановления, видеоролики и другая партийная информация Проведены научно-практические конференции, решения проблем заключения и выполнения прогрессивного коллективного договора И теоретические и практические проблемы создания Советов Продолжается издание собрания сочинений Михаила Васильевича Попова в электронном виде Съезд отмечает, что активная работа партии в предстоящий период Фактор укрепления обороноспособности страны Мобилизации рабочего класса, трудящихся на борьбу с фашистской агрессией США И их ставленников на Украине против России В этих целях предстоит увеличить тираж газеты «Народная правда» И ввести персональную ответственность членов партии за ее распространение Члены партии должны использовать составление и продвижение прогрессивных проектов коллективных договоров Борьбу за их принятие, в том числе забастовочную Для успешного выполнения оборонзаказа, эффективной работы каждого предприятия в обстановке специальной военной операции Только в ходе такой борьбы открывается перспектива создания Советов Как объединяющих деятельность забастовочных комитетов, производственных предприятий в общественных интересах Съезд признает работу партии за отчетный период удовлетворительной И постановляет продолжить планомерную работу по осуществлению программных и уставных задач рабочей партии России Нижний Новгород, 4 ноября 2022 года Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять в целом Прошу голосовать, кто за? Персональная ответственность, прошу голосовать Это персональная ответственность, конкретная Кто против? Сдержавшихся единогласно Большинство делегатов наших это до 50 лет, то есть большим горизонтом Что, в общем, между прочим, соответствует и возрастному составу нашей партии Который тоже, большинство, 60% чинов партии это будет в возрасте до 50 лет То есть, в общем, молодые В целом, да Молодые, вообще отличаются от того, что для КПРФ Скажем, способного возраста И от КРП тоже, между прочим Поэтому, действительно, партия с будущим в этом смысле Кульфикционные разряды рабочих Ниже третьего у нас вообще нет, у таких два человека Четвертый, два человека А шестой и выше, я уж не знаю, и выше бывает, четыре Синими бывают Синими бывают Я хочу сказать, что наша партия всегда отличала то, что наши рабочие Это были не только люди в политике Люди очень высокого полета Но они были очень высокой квалификацией. Может потому, что они были высокой квалификацией, они были в политике. Потому что они очень авторитетны были в коллективе. Это говорит о том, что это люди высокой квалификации. То есть это не так, что... Ну вы сами мне можете сказать, что если я буду очень хорошо говорить, но в работе ничего, меня не услышат рабочие. Даже если я буду очень правильно говорить. Чтобы меня услышать рабочие, я должен быть рабочим тоже таким, что... Ну да, в этом отношении там не уступаешь. Ну послышь, что ты говоришь. Василий Анатольевич, правильно я говорю? Правильно. Правильно. И вот наша партия этому признаку соответствует. Это очень важно. Это очень важно. Ну, поэтому я всегда говорил, что в нашей партии цвет рабочего класса. Вот Василий Иванович Шишкарев, он Назельев, высочайший, так сказать, квалификации. Ну, поэтому его и другие слушали. Дмитрий Васильевич Игошин тоже был, высочайший только Росточник. Ну, поэтому он не столько словами, он мог все там сделать, это делать. Константин Санченков, тоже там высочайший Росточник. Владимир Михайлович, регулировщик радиоэпературы высшего разряда, там заслуженный радиус и так далее. Поэтому к нему претензий по профессиональной линии никогда не было и не могло быть. Поэтому приходилось считаться даже с этой точки зрения. И вот в этом смысле наша партия продолжает такую традицию. Она очень значима и в политике. По-моему, это никого не удивляет. Так, что порадовало? Смотрите, количество делегатов, работающих на производственных предприятиях, численностью рабочих свыше. У нас начинается, значит, с разряда 150 и выше. 150 от 150 до 500 рабочих. Шесть человек от 501 до 1000. Два человека и даже свыше 1000 два человека. То есть мы всегда переживаем о том, что наши рабочие должны быть с крупных предприятий. Потому что крупные предприятия – это материальная основа социализма. Ну и вот по нынешней мерке это крупные предприятия. Это тоже о многом говорит. О наших потенциально нашей партии. Ну и рабочие политически будут и грамотнее, и сознательнее тогда, когда они учатся. И вот смотрите. Окончили университет у нас. Девять делегатов. То есть это больше половины, естественно. Продолжает учиться, учатся. Три делегата. Значит, это 12 и 15. Но это уже сколько? 80 процентов, да? Учатся. А вот некоторые уже и преподают. Три преподавателя. Из тех, кто, очевидно, окончил. Это тоже замечательный. Распространение газеты. Только один делегат не распространяет газеты. Ну, наверное, это еще важительная причина, потому что здесь у нас полное понимание того, так сказать, и такое согласное понимание, что это центральный участок нашей работы. Распространили до 500 экземпляров. Тут написано с октября, я думаю, помню, товарищи, что речь идет, конечно, о... За год. За год. Распространили два человека. Распространили от 500 до 1000 экземпляров в 4 человека. Распространили от 1000 экземпляров до 2000 – один человек. А распространение свыше 2000 экземпляров – 8 человек. То есть 50% делегатов съезда – это люди, которые вот идут, что называется, на рекорд. То есть вот у них активность не на славах только. Я уж не говорю, о том, что все остальные тоже работают. Но вот наш центральный участок работы здесь он тоже очень наглядно отражал. Поэтому я думаю, что наши делегаты – это действительно достойные представители своих партийных организаций. Можно сказать, что и лучше. И в этом это тоже как оценка того, как отнеслись к любым делегатам партийной организации. Ну и наконец, количество делегатов, имеющих разработанный проект прогрессивного коллективного договора. Это 6 человек. Хочу порадовать. Это больше 50% присутствующих здесь рабочих. Вы говорили десяток, но 6. Может, еще у кого-то есть? Нет, но это из присутствующих. А кто из тех, кто отсутствует, имеет проекты, знаете, таких? Гиль написал. Гиль, да, есть. Значит, десяток может и есть. Хорошо. Ну и что особенно порадовало, что количество делегатов, продвигающих проект прогрессивного коллективного разговора, тоже 6. Так что вот, я думаю, что это очень интересные данные. Еще раз говорю, отвечающие, соответствующие тому, что делегаты съезда партии, это люди, лучшие люди партийных организаций. Наиболее это активы. Эти признаки позволяют судить. Ну и еще раз говорю, что надо как положительный факт отметить, что ядро делегатов, это люди с большой перспективой работают. И на будущее, в том числе. То есть, наша партия имеет большое будущее, даже по своему составу. Спасибо. Повестка дня съезда исчерпана. Итоги подведены. И по нашей старой доброй традиции мы закрываем съезд исполнением гибна рабочей партии России. Вставай, проклятием закременный, весь мир голодных и ровок. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов.